Все, что я заповедую вам, строго соблюдайте, не прибавляй к этому ничего и ничего не убавляй от этого. Да, потому что мы знаем, что всегда измерения духовных действий, они должны быть очень четкими. Ты не можешь сделать ничего не меньше, не больше, иначе, если ты сделаешь меньше того, что ты можешь сделать на отдачу, значит, ты пожадничал, что ли? Значит, ты, грубо говоря, нашим обиходным языком, значит, не додал от себя. Ну, а если сделал больше, так ты, значит, необдуманно привлек к этому свой эгоизм неисправленный. Надо отрезать точно-точно по грани, что до этого состояния я могу делать на отдачу, а дальше не могу. И тогда четкое будет разграничение, ни больше, ни меньше. Как это приходит все, скажите? Это в голове решается духовного порцуфа. Душа имеет головную часть и телесную часть, как бы. Головная часть решает эти проблемы, а телесная уже их реализует. А может тогда телесная часть может не соглашаться с головой? Нет, такого не может быть. Не может быть. Но подтверждение того, что ты реализуешь, должно быть именно в материальной, в телесной части. Если ты четко делаешь расчет в голове, и ни больше, и ни меньше, значит, с тобой точно в теле ничего не произойдет ни туда, ни сюда. Ты не пойдешь ни в хлепа правой линии, ни левой линии, да.